Когда в нашем организме нарушается работа митохондрий, главных энергостанций клеток, приходит мышечная атрофия. Этот недуг затрагивает не только пожилых людей. В зоне риска может оказаться каждый. Если в одних случаях это заканчивается инвалидностью, других пациенту грозит летальный исход. Атрофия – это значит дисфункция мышц, а наша самая главная дыхательная мышца – это диафрагма. И, конечно же, в первую очередь это касается ее. Так как наши исследования проходят на нервно-мышечном препарате, это диафрагмальная мышца мыши. И диафрагма – это та мышца, которая отвечает за наше дыхание. При мышечной атрофии, при дисфункции мышц как раз затрагивается эта мышца, вследствие чего наблюдается дыхательная недостаточность у людей. И люди долго, мучительно могут погибать от того, что просто задыхаются, либо не могут сделать вдвох. Магистрант Казанского федерального университета Ева Кузнецова уверена – найти решение этой проблемы можно. Вместе с командой сотрудников Казанского научного центра Российской академии наук она исследует вещество, которое однажды сможет победить мышечную атрофию. Изучаем действие 25-гидроксихолестерина. Это такой окисленный холестерин, его производная. И изучаем его влияние на нервно-мышечный препарат. И путем долгих исследований всей нашей лаборатории мы пришли к взаимосвязи этого вещества с работой митохондрий. То есть сделали такую гипотезу, что, возможно, оно может влиять на их работу. Вещество, по словам Ева, повышает эффективность нервно-мышечной передачи и благоприятно влияет на мышечные сокращения. Это ученые выяснили в процессе лабораторных исследований. Они смоделировали дисфункцию диафрагмы на мышах, а затем восстановили работу мышцы с помощью введения вещества, которые изучают. Оксистерин может способствовать поддержанию мышечных функций. Он может способствовать регенерации, может способствовать улучшению нервно-мышечной передачи, может способствовать улучшению работы митохондриальной функции. До этого у нас были работы, которые показали, что введение этого оксистерина может превратить некоторые признаки такого заболевания, как боковой энтрофический склероз, который поражает нервно-мышечную систему и мотонейроны. Поэтому это исследование говорит о том, что есть полезные свойства у производных молекул холестерина, и мы можем сейчас иметь механизмы, которые могут задействовать их для лечения различных заболеваний, в том числе связанных с дегенерацией функций мышц. На данный момент ученые изучают механизм работы мышц под воздействием вещества. Промежуточные результаты члены команды публикуют в международных научных изданиях. В идеале в конце исследований ученые смогут разработать препарат, который поможет организму вылечиться от мышечной атрофии самостоятельно.